Парахамса означает парамахамса, высочайшая стадия саньяса. Саньяса имеет четыре стадии. Кутичак, Бахудак, Хамса, Парамахамса. Четыре стадии. Кутичака. Первая стадия — тот, кто живет в хижине. Уединенная жизнь в хижине. Затем Бахудак означает, он пьет разнообразные воды. Этот саньяси не живет в одном определенном месте, но странствует по разным местам и ведет жизнь, прачара, жизнь проповедника. Третья стадия саньясы — ханса. Когда смешаны молоко и вода, то хамса способен извлечь молоко, оставляя воду. Таким образом, саньяси третьего уровня стадии хамса странствует повсюду, но принимает хорошее и отвергает дурное. Этой способностью он наделен. Когда он достигает этой стадии, его именуют хамсой. Затем высочайшая стадия есть Парамахамса. Это означает, куда бы он ни отправился, и с кем бы он ни общался, он не способен отклониться. Он не отклонится от своего состояния шара-грахи, того, кто извлекает хорошее из дурного. Он всегда утвержден в этом умонастроении, в этом состоянии ума, и не может быть отвлечен низменными вещами. Он всегда сохраняет благое умонастроение. И здесь говорится, парахамса варам, ты лучший среди всех парамахамс. Парамарта патим, и ты царь, владыка, контролирующий, тот, кто распоряжается деньгами, артха. В данном случае парамарта — это духовное богатство. Ты владыка духовного богатства. Парамартха патим. Патитод дхаране крита веша я тим. Хотя тебе нечего достигать, ты уже достиг всего, ты владыка всего, господин всего. Тем не менее, ты принял эту вешу, эти одеяния, яти саньяси, не для того, чтобы достичь посредством этого чего-либо, но парамарта патим патитод дхаране крита веша я тим. Ты принял эти одежды только для того, чтобы помочь другим, освободить их, спасти их, вызволить других из этого мира, майи, иллюзорной энергии. Ты начал работу по облегчению страданий других людей, и с этой целью ты принял, стал играть роль саньяси, хотя ты выше саньяси. Саньясины, многочисленные саньясины высочайшего уровня поклоняются тебе и служат тебе. Ты принял саньясу только для того, чтобы возвысить падших, вызволить их из этого океана майи. Ты принял саньясу, хотя ты выше положения саньяси. Таков смысл этих строк. Парахамса-барам парамастха-патим патитод дхаране крита веша-йотим яти-раджа-ганес пари-сет-бхапарам парнаммами-садхапрапхупадападам. И этому, прабхупадападам, я всегда этому прабхупаде, я предлагаю мои поклоны. Махапрабху также принял одеяние яти саньяси. Он стал саньяси. Он принял эти одежды только для того, чтобы спасти других. Он начал свою деятельность в качестве грехасхи, но людям было трудно принять его в качестве ачарьи. Конечно, его лила нитя вечная, однако он запланировал следующее. Эти люди думают, что он немай пандит. Махапрабху – сын нашей тетушки Шачи. Как он может быть великим? Поэтому Махапрабху принял саньяс, показывая тем самым, что у меня нет склонности, привязанности к миру, к мирским достижениям. Люди в целом должны выказывать определенное почтение учителю мира, и потому он принял это положение, одеяние саньяси. Хотя у него нет необходимости саньяси ради его собственных целей, но ради потребности, нужд широких масс он стал играть эту роль. Наш Куру Махараш также стал играть роль саньяси, ачарьи, чтобы помочь другим и вызволить их, спасти их от маи. Патитут дхаране критовеша йоти – ты лишь внешне принял эту одежду формально, но по сути для тебя нет необходимости. Ты не нуждаешься в этих одеждах ради твоей собственной садханы, но только для того, чтобы помочь другим, ты принял эти одежды. Варна ашрама. Варна и ашрама. Саньяси – это также ашрама, варна ашрама. Вайшнав в целом находится выше, стоит выше варна ашрама, за пределами этой системы, но иногда он находится в рамках варна ашрама, для того, чтобы помогать другим. Нарагри Схаркартакур не признает Саньясу Махапрабху, Саньясалилу Махапрабху. Он говорит, я не принимаю ее всерьез, это всего лишь лицемерие. Нарагри Схаркартакур говорит, это твое лицемерие, Кришна. Откуда у тебя этот цвет? Этот цвет, цвет твоей одежды? Ты тот самый распутник, охотник за гопи, и сейчас ты стал саду? И стал носить красные одежды? Откуда этот красный цвет твоих одежд? О, я понимаю. Этот цвет кункумы, пульцы, с груди гопи. Таким образом, он бескомпромиссен. Он говорит, я ни в малейшей степени не признаю тебя в качестве Саньяси. Я не доверяю тебе, я не верю тебе. Такова его реализация, Кришна-лила. Кришна-лила. Он не отклоняется от этого явления. Он говорит, я не рассматриваю тебя в качестве Саньяси. Подумай тому, как Шачи-деви говорит, я не вижу в тебе Саньяси. Ты мой сын, не май. Ты мое дитя, мой ребенок. Яшода не принимает Кришну. Они говорят, что он кшатрия, кшатрийского рода, что я могу поделать. Но я не верю во все это. Ты мой сын, ты мой ребенок. И ты тоже демонстрируешь то, что ты царь и так далее, но я не признаю. Я порол у тебя сплошь и рядом, постоянно, и ты плакал. Я порол у тебя, а ты беспомощно плакал. Ты тот самый мальчик для меня. Но моя судьба, моя злая доля состоит в том, что я не вижу тебя. Ты царь, ты живешь далеко от меня. Я беспомощная гопи. Махарадж, да? А кем Кришна считает себя? Кришна. Все его преданные рассматривают его тем или иным образом. А как сам Кришна рассматривает себя? Как он себя воспринимает? Как он думает о себе? Как он думает о себе? Да. Он думает о себе по-разному на различных стадиях. Он думает о себе всеми мыслимыми и немыслимыми способами одновременно. Йогопад одновременно он является сыном Яшоды, сыном Деваки, царем Двараки. Шанта Дасиа Сакхиа Вацалия Мадхура. Он представлен по-разному в различных группах. Одновременно он способен сохранять все эти отождествления, тождества. Однако присутствует градация. Градация. Существует история. Рупа Госвами привел следующий пример. В Бхакти Расамрита Синду, возможно. Он говорит, Кришна находится на вершине Говардана. Оттуда он видит, как Баладев и другие друзья играют на пастбище внизу, у подножия Говардана. Оттуда же он видит, как Яшода и все ее служанки заняты приготовлением пищи и других вещей для Кришны. Сакхиа Вацалия. И также он видит Дасиа Расу. Слуги заняты тем, что помогают следуя указаниям Яшоды. Дасиа, Сакхиа. Сакхи играют с Баладевом. Вацалия и Мадхура. И он видит, как Чандравали и ее спутницы направляются в определенное назначенное место, чтобы встретиться там с Кришной. И также иногда он видит Радхарани и ее группа, следует в назначенное место ради свидания с ним. Все места привлекательны для него, все группы представлены одновременно. Но он видит это, видит то, но Рупа Госвами доказал, показал нам следующее. Он говорит, хотя Кришна видит все и всех, но его взор не может оторваться от Радхарани. Он обозревает все эти реалии, но его глаза, его взор всегда обращен в сторону Радхарани. Всегда исключительно Радхарани и ее спутницы. Это сравнительный анализ, который дан нам одной шлокой, Бхакти Расамрита Синду. Кришна не в силах контролировать свой взор. Взор автоматически обращен в сторону той специфической группы, очарован ею. Шанта-дася-сакхи-вацаля-мадхур, Кришна-сваям-бхагаван, он проявлен таким образом. И этот принцип следует экстраполировать, поскольку он есть все и вся, все сущее пребывает в нем. Его внимание обращено на все реалии в бытии, но по-разному, не одинаковым образом. Существует, присутствует спецификация, частности, нюансы, вайшишта. Необходимо рассматривать это в таком свете. Он присутствует посуду. Он говорит, я везде и меня нигде нет. Все пребывает во мне и ничто не пребывает во мне. В мирском измерении, в измерении бренного мира, его положение таково. Я везде, меня нигде нет. Все во мне и ничто не во мне. Но в департаменте Сорупа Шакти, он говорит, я не в силах покинуть моих преданных, и они также не в силах покинуть меня. Как начинается эта шлока «ГИТЭ»? Он говорит, я не в силах оторваться от моих преданных. Классификация, градация его существования, его бытия. В магическом мире также присутствует градация. И в измерении Сорупа Шакти также присутствует градация. Он повсюду, он безграничен. Он принимает или объемлет, включает в себя все ограниченные реалии. Для нас немыслимо представить в себя такое положение. Тем не менее, такова его природа, и мы можем думать о нем, рассматривать его до известной степени. Таким образом. Ари Кшна, Ари Кшна. Рупа Госвами представил его истинное положение. Он говорит, Кришна, находясь на вершине Говардана, видит всех различных слуг, но, говорит Рупа Госвами, глаза Кришны, взор Кришны бессознательно, всегда устремлен в определенную сторону. Таков сравнительный анализ влечения. Гуру Махараджа обращается к Шрепаду Бхакти Виджаи Тирхи Махараджа. Твой Даршан, Горгададхара, каково твое впечатление? Это очень особенное место и очень благоприятное. Очень благоприятное. Мне очень понравилось это место. Очень понравилось. Да. Подобно тому, как внимание Кришны всегда обращено к Радхаране и ее группе, когда он находится на вершине Говардана, подобно этому, из всех мест на Вадхвипе, это место привлекает тебя в наибольшей степени. Да, да. Это место мне очень нравится. Место Горгададхара. Очень сладостное место. Нет, нет. Твой пример другого рода. Твой случай. Радхарани говорит, я увидела портрет, изображение некоего человека, настолько красивого собой, что я предалась этой личности, этому образу. Затем я услышала имя, сладостное имя, Кришна. И имя настолько сладостное, показалось мне таким сладостным, что я предалась имени тому, кто носит это имя, Кришне. А затем еще один, другой джентльмен, играл на флейте, и звук был таким сладостным, что я предалась этому звуку. Я предалась в трех местах. Никто не может предаться в трех местах. И не может быть удовлетворен, если он предан в трех местах. Заключение таково, что теперь только смерть способна решить мою проблему. Куда бы мы ни отправились, Дхама привлекательна для нас. Но флейтист, тот, кто изображен на картине, и тот, кто носит это имя, все они, суть, одна личность. И это решение проблемы. Наш Гуру Махарадж, когда его спрашивали, когда ему подавали просадам, когда кто-то спрашивал, какой кари понравился вам больше всего, обычно он отвечал, вкус каждого кари лучше вкуса всех остальных кари. Таким был его ответ. От нас требуется именно эта позиция. Обычные сахаджи говорят, Рупа Госвами, великий Вайшнава, но Джива Госвами, Вайшнав более низкого типа. Однако он говорил, что они не знают. Каждый совершенен по-своему. И мы должны принять эту истину. Джива Госвами играет определенную роль. Рупа Госвами играет другую роль. Они совершенны. Каждый из них совершенен по-своему. Все они суть паршада бхакты. Джива Госвами не есть саддака. Он сидха. Он занимает совершенное положение. Он совершенен. А Рупа Госвами также занимает совершенное положение. И он показывает, он говорит, «Санатан Госвами, мой гурудев». И мне рассказывали, что Санатан Госвами упомянул где-то, написал где-то. Я не знаю точно, где именно, скорее всего, в своем комментарии к Бхагаватам. Санатан Госвами пишет, «Я хочу быть Рага-нугой или Рупа-нугой». Анурага Бхаджан. В Анурага Бхаджане Рупа Госвами занимает верховное положение по указанию, по воле Махапрабху. Кто-то эксперт, знаток в своем собственном департаменте, ведомстве. Санатан Госвами — знаток самбанда, таттва. Даз Госвами — Рагунат, который считает себя учеником Рупы и Санатана, занимает верховное положение в измерении нашей садхи. Высочайшая цель нашей жизни, он является ачарьей этого явления, этого положения. Мы не должны проводить особые различия, когда речь идет о преданных Кришне. Стих «Тринадапи Суньячина», «Тарорапи Сахишнуна». Иногда читается как «Апи Сахишнуна», иногда как «Ива Сахишнуна». Какова изначальная версия и в чем различие? Мы видим две формы, два варианта. «Тарор-Ива» означает «подобное дерево», а «Тарорапи» означает «больше, чем дерево». «Тринадапи Суньячина», «Тарорапи» — больше, чем «Тарор», чем дерево, более терпеливое, чем дерево Сахишну, терпеливое. Подобное дерево или больше, чем дерево? Не имеет значения. Возможно, и так, и так, но «Тарорапи» — интенсивность более велика, более интенсивный вариант, более терпимый или прощающий, нежели дерево. В Кола-двипе. Эта виграха была установлена учеником Гададхара Пандита, которого звали Ванинадх. Учеником Ванинадха был Наян Ананда. Этот вайшнаф написал одну очень сладостную песню. Мне неизвестны другие его песни, но одна песня, в высшей степени, чарующая. Великий демон Кали, олицетворенное зло этой эпохи, поглотил весь мир, всех людей этого мира. Они поглощены этим гигантским демоном Кали. Невежество века Кали. Невежество Кали-Кал заполонило все вокруг и наполнило собой всех людей. Это невежество. Ужасное, ужасающее невежество. Не просто невежество, но ужасающее невежество. Тьма Кали-Гхор-Тимир поглотило все и вся, все население, все человечество. И отсутствие религии или религиозного долга, отсутствие подобных явлений в эту эпоху. Но, так или иначе, в высшей степени, изумительная удача пришла к людям, к человечеству. Безо всяких усилий, люди, в целом, широкие массы, обрели удивительную, выдающуюся удачу. Чинтамуни — это драгоценный камень, философский камень, который способен дать, волшебная субстанция способна дать все по желанию. Чинт означает мысль. О чем бы мы ни подумали, эта субстанция способна дать нам это нечто. Драгоценный камень, волшебный камень. Безо всяких усилий, люди, в целом, человечество, обрели внезапно подобный драгоценный камень. И о чем идет речь? Самый великодушный Господь, Горачанд, драгоценный камень по имени Горачанд был дан миру, человечеству. Бесценная милость. Он является источником такой, неподдающейся оценке доброты, милости. Какова природа этого драгоценного камня, горы, Чинтамани? Мы не можем по достоинству оценить, дать должную оценку его качествам. Эти качества за пределами всякого описания и понимания. Что говорить обо мне? Говорит автор. Многие Брамы, многие Индры и Анантадев Шеша с сотнями голов. Анантадев с его сотнями голов прославляют Нарайяну. Миллионы головы Анантадев Шеша. Они, эти личности, не в силах измерить, достичь дна, океана, его качеств. Океана его качеств. Бездонного океана. Сейчас мы можем дать должное описание милости, природы, милости, горы. Вот мнение, чувство моего сердца, говорит автор. Знатоки Веды и других богооткровенных писаний, но этот знаток Вед и Писаний возможно, не способен по достоинству оценить гоуру, гоурангу. И все его знания, все его знания тщетны, бесполезны. Тщетны, 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 САМ МАТАТБО ВАД ДЕ КАНТЕН СХАРА ДАРА СВАНА ПАРИ ДИСНАЯ ВАИСЕСИ ВНЯЯ ВАИСЕСИКА САНКЬЯ ПАТАНДЖАЛИ Все эти системы, духовная логика Человек может быть знатоком всех этих систем Но не способен прийти к заключению Согласно которому Гаурангу следует почитать Перед Гаурангой следует преклоняться И принимать его в качестве владыки И самое удивительное Он говорит Я утверждаю, говорит он Что подобный человек Лишь напрасно потратил время На изучение вед и всего остального Если он не в состоянии понять Осознать, что дар Гауранге лучший Тот, у кого нет глаз Зачем ему нужны очки? Он не знает, как измерять, как оценивать Подлинная оценка вещей, измерение вещей Возможно только по милости Гауранге В противном случае все это будет поверхностное изучение Вед и всех остальных писаний Этот человек, заявляет автор У него нет глаз Нет глаз, он слеп, он лишен глаз Так зачем ему очки? Зачем ему это знание, если это знание не приводит его к Гауранге? Зачем микроскоп или телескоп тому, у кого нет глаз? Подобно моему положению Мне не могут помочь ни телескоп, ни микроскоп Потому что я почти слеп Говорит гуру Махараджа о себе С другой стороны, тот, кто даже не слышал это слово Веда И не знает Писаний Если человек приходит к заключению Согласно которому Гауранга есть все и вся То Этот слуга, Наянанда, говорит поэт в конце Утверждает, что подобный человек знает все Является знатоком всего Тот, кто приходит к подобному заключению О верховном положении Гауранги Он знает все Если он знает Гаурангу Если он способен по достоинству оценить Гаурангу Это означает, что в своих прошлых рождениях Он достиг совершенства Ему не нужно изучать ни Веды, ни другие писания Тот, кто сейчас принимает Намбаджан Он уже исчерпал все остальные явления в своих прошлых рождениях Он совершал великие аскезы Он совершал жертвоприношения Огненные жертвоприношения уже совершены им Он уже омылся во всех святых водоемах, озерах или реках В прошлых жизнях Не следует думать, что он человек низкого типа Что ему неизвестны традиции, обычаи и пути Но, говорит автор Он уже исчерпал все эти явления в своих прошлых рождениях Он уже повторил все ведические мантры в своих прошлых жизнях Тот, у кого есть вера в Тебя У кого есть практическая вера в имя Намбаджан Тот исчерпал все остальные практики Религиозные практики в своих прошлых жизнях Он говорит Наянананда утверждает Такой человек знает все совершенным образом И букти, мукти, различные позиции служения Все это в его кулаке, то есть подвластно ему Тому, кто обрел милость Гауранге Это известная песня Наянананда Который был учеником Ванинадха Который, в свою очередь, был учеником Гададхара Пандита И Ванинадх, этот Ванинадх Установил божество Говор Гададхара Божество Говор Гададхара Это скрытая Мадура раса В Говора Лиле На днях я говорил На днях я говорил Кришна и Баларам И Гурнитай 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 Главным образом это Сакхья раса Лишь этот Кришна своя Бхагава И когда тот самый Кришна Находится в других местах Стоит рядом с многочисленными гопи, две гопи, один Кришна посредине. Две гопи, один Кришна, как в Расе Лиле. Этот Кришна не есть Своем Бхагаван. Своем Бхагаван — только тот Кришна, который находится по правой руке от Радхарани. Другие Кришны — Пракаша Муртия, Пракаша — проявление той же самой Личности, а Вилас — его проявление с целью, ради цели Лилы, игры. Пракаша и Вилас делятся на две категории — Прабхава и Вайбхава. Прабхава означает центральное проявление, а Вайбхава означает косвенное проявление, расширение его самости. Я — Прабхава Пракаш, когда он находится рядом с гопи, а Вайбхава Пракаш — Баларам — это Вайбхава Пракаш, и двурокий Кришна в Мадхури — это также Вайбхава Пракаш. А Вилас — четырехрукий Кришна в Мадхури — это Прабхава Виласа. А Вайбхава Вилас — все остальные проявления Кришны. Таким образом, это явление описано в Чаритамрите, мы находим и также в произведениях Рупы Госфами, мы находим градацию, концепция Кришны, дифференциация таким образом. Итак, согласно параферналии, месту, его ментальность, ментальность Кришны, умонастроение, не сходит на тот или иной уровень. Мы должны думать так. Различные проявления в Сакья-расе, в Ацаля-расе, в Шанта-расе, в Дасе-расе, его умонастроение, умонастроение в этих расах, в каждой расе, будет соответствовать умонастроению слуги, определенного слуги, сотрудничества между ними. Это явление дано нам таким образом. Очень тонкие реалии, тем не менее, мы должны знать их до известной степени. Знать, что это может быть, это возможно. Кришна един, но в то же время... Но в то же время Яшода никогда не скажет, что ее раса не полна, не совершенна, что чего-то не хватает. Она не признает. Она скажет, это высочайшее. Сакхи, друзья Сакха, наслаждаются игрой, обществом Кришны. Они думают, что наше достижение, достижение высочайшее, максимальное. Это, считают они, высочайшее. То, что мы чувствуем, переживаем в его обществе. Но есть татас хавичар, есть беспристрастное суждение, объективный анализ, относительное положение. И если мы измеряем абсолютное положение, тогда мы видим, мы находим, что есть малое, есть великое. Недостаточное и достаточное, так можно выразиться. Иногда происходит столкновение между расами и та сторона, которая одерживает верх, это тест, это критерий, какая сторона одерживает верх, кто победитель и кто побежденный. Кто-то говорит, Америка самая могущественная страна, кто-то говорит, Россия самая могущественная страна, но все это становится явным, ясным, когда происходит война, столкновение. Какая сторона более велика? Градация присутствует повсюду. Когда Хануман отправился на встречу с Кришной в два Рокко, воспевая «Джайрам, Джайрам», Кришна принял образ Рамачандры и попросил Сатья-Бхаму принять обличие Сите, но она не смогла. Тогда он попросил Рукмини «О, прими обличие Сите». Рукмини повиновалась, а Сатья-Бхама спряталась под троном. И Хануман пришел, «Джайрам, Джайрам». Он увидел, да, Рамачандры здесь, Сита рядом с ним, и принес, он принес ему голубые лотосы. Рукмини и Сатья-Бхама. Рукмини здесь показана как превосходящая Сатья-Бхама, да? Я хотел знать, почему Сатья-Бхама не могла принять образ Сите? Почему Сатья-Бхама не могла? Почему она не стала бы принимать, не захотела? Рукмини обладает особой силой, особыми способностями, особое положение занимает. Поэтому она приняла образ Сите. Сатья-Бхама, подобно тени Радхарани, обладает чертами, похожими на черты Радхарани. Можно считать, можно думать, что она не способна занять положение Ситы. Можно думать так, поскольку ее природа подобна природе Радхарани. В Валите Амадаве эти явления описаны. Радхарани в Дваракалиле трансформировалась в Сатья-Бхаму. В Чандравали в Рукмини. В Валите в Джамбувате и так далее. Так это описано. Это не изначальная личность во всей своей полноте, но их проявление, подобно тому, как Кришна в Двараке не во всей своей полноте. Его шакти и потенции также аналогичного типа, аналогичной природы. Чувство Радхарани более сентиментально, Чандравали более разумно. Но во Вриндаване сентимент, чувство стоит на первом месте, обладает наибольшей ценностью во Вриндаван-лиле. Не в такой степени разум, интеллект. Но речь идет о взаимодействии сердец, но не разум. Разум второстепенен, тогда как в Дваракалиле, возможно, разум занимает первостепенное положение, интеллект. Поэтому подобная трансформация, возможно, такого рода трансформация. Сатья Бхама более сентиментальна, основной частью личности. Рукмини более трезва, более сдержанна, более рассудительна во всех отношениях. То, что в высшем измерении стоит на первом месте, в измерении более низкого порядка, занимает второстепенную позицию. Частная жизнь и публичная жизнь. Частная жизнь выше публичной жизни. Те, кто наиболее квалифицированно помогать в публичной жизни, в частной жизни, могут быть не столь эффективными, полезными. Санатан Госвами привел Кришну в Мадхуру, а затем вновь вернул его во Вриндаван. Он не позволил Кришне покинуть Мадхуру в Брихат Бхагаватамрита. Мы видим, показанное таким образом. Но Рупа Госвами связал Вриндаван-лилу с Двара Калилой. Они трансформировались. Вриндаван-лила трансформировалась в Двара Калилу. Гопи превратились в цариц Двараки. Как привести в гармонию эти противоречивые описания? Как расставить все на свои места? Прабхупат в ответ на этот вопрос ответил Адхокшаджа. Адхокшаджа. Все права закреплены за ним. Это означает, что мы не можем понять абсолютно все, связанное с ним. Если бы мы могли понять все, что его касается, тогда как бы он был Адхокшаджа? Как бы он был Адхокшаджа? Как бы он был Абсолютом? Ачинтя. Его сладостная воля. Его сладостная воля. Мы должны приводить все к этому положению. Если бы мы могли понимать абсолютно все с ним связанное, тогда его бытие не превосходило бы наше бытие. Мы не можем знать все, что его касается, поэтому единственный выход — покориться, вручить себя ему. И тогда постепенно, по чуть-чуть, нам будут открываться эти реалии соответственно потребностям в служении. А иначе безграничное было бы ограничено. Подобная попытка ограниченного знать безграничное нежелательна. Она не только является пустой тратой времени, но и пагубна для нашего духовного развития, если мы хотим проглотить все одним глотком и поместить все в наши желудки. Как мы можем быть настолько дерзкими, чтобы претендовать на исчерпывающее знание о нем? Я хочу знать все больше и больше и больше. Нет пределов познанию его. Такого рода тенденция исчерпать его недопустимо. Исчерпать можно только Майю, но не Кришну. Это стремление знать является дисквалификацией в тебе. Не так, вовсе не так можно совершить реальный прогресс. Это знание его должно приходить с той стороны, откровения. Мы же должны увеличивать нашу силе, наш негативный характер, самуничижение. Я нахожусь в величайшей нужде, я самый падший. Но это чувство должно быть искренним, не имитацией, не спектаклем. Искренний прогресс состоит в осознании того, что я испытываю величайшую нужду. Я самый низкий, я самый нуждающийся. Таков путь, по которому мы должны пытаться идти. С ненавистью следует отвергнуть. Попытки знания. Все, что приходит из уст преданных, я должен постараться уловить, уловить, осознать, воспринять. Нечто приходит ко мне по его воле. И я должен приветствовать приходящее. Приветствовать приходящее. Свободно приходит ко мне по своей собственной воле. Вовсе не так, что совершая тяжкие усилия, я сумею знать все и вся. Гьяна праяса мудапася наманта эва. Что бы ни приходило, в какой бы форме, я буду приветствовать этот дар. Но я не могу сделать его объектом моего знания, познания. Ванте-ваджи-ванти-шанму-кариданг-бхавадия-вартанг-стхане-стхита. Где бы ни находился, этот преданый не имеет значения. Возможно, даже не в человеческой форме жизни. В качестве птицы или зверя. Хануван не находится в человеческой форме жизни. Гаруда — это не человеческая форма жизни, но у них есть многое. У них есть доступ к действительности, позволяющий войти в мое царство, в мою обитель, а в мое сердце. Подлинный путь ко мне — это путь преданности, служения. Те, кто хотят знать меня, истерпать меня, отвергая путь служения. Они совершают тяжкие усилия, болезненные, чтобы обрести представление обо мне, оценить, измерить меня. Они в качестве награды получают лишь боль. Боль. Боль, страдания служат им наградой. В том случае, если человек оставляет путь служения и хочет знать его. Такого рода любопытство. Он хочет знать. Но для чего? Ты мой слуга. Не пытайся идти в том направлении, но пытайся удовлетворить меня. Истинный путь, истинное явление — это удовлетворение меня. Анандам, экстаз — это моя высочайшая часть, и ты должен вносить вклад в эту высочайшую часть. Кришна, Сантош. Удовлетворение, Кришна. Не абстрактное знание, не любопытство. Не стоит тратить энергию на это. Это самообман, подобная тенденция. Если шелушить рис, то зернышки, ядрышки отделяются от шелухи. Но если рис уже отшелушен, и пытаться обрабатывать шелуху, то результатом будет ноль. Это всего лишь попытки, попытки узнать его, знать его. Это все равно, что попытки шелушить уже отшелушенный рис. Рис — это субстанция внутри, не оболочка, не шелуха. Ты пытаешься шелушить шелуху. Это бесполезный, бесплодный труд. И наградой служит лишь боль, усталость, страдания. Если ограниченное хочет знать, безграничное — своими силами. Оно совершает тщетные труды. Твой долг — удовлетворять меня. Анандам — это подлинное явление, экстаз, анандам, радость, сукха, счастье. Это один момент. Второй момент — четыре шлоки в Бхага. И это один момент — это два дня. нужно работать, чтобы жить, это очень постыдно. Поэтому ученые, ученые, древние ученые, пытались найти некое место или положение, в котором можно жить, не работая. Не испытывая боли, мы можем жить, стремление найти подобное состояние измерения. Иногда подобные измерения пользуются высокой оценкой в обществе. Сейчас используются многочисленные компьютеры, техника, они заменяют ручной труд. И многие испытывают беспокойство из-за того, что владельцы, фабрик и прочие капиталисты заменяют рабочих машинами. Ученые древности пытались открыть определенную позицию, положение, измерение для живого существа, в котором оно может жить, не совершая карму, как можно жить, не работая. И тогда каков ответ на этот вопрос? Атмарама. Будда, Шанкара пришли к подобному заключению. Существует состояние, подобное глубокому сну, без сновидений. В этом состоянии глубокого сна, без сновидений, самадхи. Возможно жить, не совершая труда. Знаешь карман, но Шримад Бхагаватам говорит, Шукадев говорит. Шримад Бхагаватам дал новую форму наиш кармы, отсутствие работы. Работа болезненна. Работа рассеивает нашу энергию. Труд, в смертном мире, является потеря энергии. Труд означает, я даю, и я хочу найти такой идеал жизни, в котором отсутствовало бы рассеивание энергии. Но нам говорят о возможности труда без потери энергии. И как это возможно? Как? Новый тип наиш кармы мы открыли, изобрели. Гьян-вираг-бхакти. Гьян-вираг-бхакти. Будда и Шанкара приводят в самадхи. Но Школа Бхагаватам утверждает, нет, нет, мы не должны обольщаться этой перспективой, говорит Бхагаватам. Ценой нашего индивидуального существования обрести состояние наиш кармы, жизнь без труда. В самадхи ты будешь нигде. Поэтому для кого ты собираешься приобрести такого рода наиш карма в самадхи, это самоубийственно. Но мы даем тебе труд без боли, безболезненный труд. И это труд любви. Труд любви в рагамаргии. Шримад Бхагаватам говорит, «Атма вечна, выше мира смерти и боли. И существует вечное измерение, в котором можно вечно сохранять свою индивидуальность, и там ты будешь трудиться, но без боли, безболезненный труд». Это твое истинное тождество, твое реальное положение и высшая форма жизни. Наш Гуру Махарадж имел обыкновение говорить, «Когда коровник горит, то коровы страхи убегают из него. И после этого, когда они видят красные облака в небе, на закате, то они испытывают такой же страх». Гуру Махарадж говорил, «Эти буддисты и шанкариты опасаются, подобно коровам, которые боятся вечерних облаков. Они считают, что усилия в духовной жизни, после освобождения, эти усилия также приносят с собой боль труда. Труд любви, труд любви, источник анандам. Насколько ты вкладываешь энергию, настолько анандам ты получаешь. И нет рассеивания энергии, потому что это вечное измерение, и ты вечен. Все в вечном осмирении. Нет рассеивания энергии. И ты можешь жить плодотворной жизнью, прогрессивной жизнью, полной жизнью. Ты можешь иметь все, не теряя ничего, не рассеивая энергию, подобно тому, как это происходит в смертном мире. Поэтому Бхагава там говорит, «Найшкарма» означает «свобода от труда». Нет рассеивания энергии. Труд подразумевает потерю энергии. Не теряя энергию, ты можешь игриво, счастливо жить, и никаких реакций не будет. Найшкарма парамам сиддхи. «Найшкарма парамам сиддхи». Это не труд. Служение Господу не есть труд. Это то, что поддерживает, дает. Это не труд в расхожем смысле. Это не потеря энергии, но приобретение энергии, источник жизни. Чистое служение означает жизнетворное явление, не отнимающее жизнь, не убивающее, но жизнетворное, дающее жизнь. Особенно на Галлоке, в области Галлоке, труд любви. Когда они не трудятся, они думают, что постятся. Когда они служат, когда они трудятся, они чувствуют, мы накормлены, мы сыты. Служение кормит их. Служение не забирает у них энергию, не убивает их. Наши попытки должны быть направлены не на знание всего и вся, но на то, как я могу быть использован в высочайшей функции, то есть в служении, в служении, гьяна праякса. Отречение, которое столь высоко ценится столь многими учеными, найш-карма, отвергается последователями школы Бхагаватам. И предложение искателей спасения от этого бренного мира последователи школы Бхагаватам отвергают все это. Это найш-карма, их найш-карма, отреченцев, отвергается. Та найш-карма, которая столь высоко ценится многими. Служение, служение и служение. Не бойся. Не бойся того, что служение отнимет у тебя энергию. Служение даст тебе жизнь. Оно накормит тебя сполна. Должным образом. Служение. Умерей, чтобы жить. Умерей, чтобы жить. Ты должен иметь подобное мужество, чтобы умереть ради Кришны, и ты увидишь, как ты достигнешь возвышенного славного положения. Это главное явление. Служение. Есть еще одна шлока. Я не могу сделать его объектом моего знания. Адхок-шаджа. Наш гуру Махараш ответил на вопрос, почему существуют эти различия в описании к Санатаны Госвами и Рупы Госвами, вышеупомянутые. Он ответил, «Адхок-шаджа, не пытайся понять своими силами все. Тогда это будет майя». Божи, но это произведение. Адхок-шаджа. Удиверентированно. Адхок-шаджа. Это будет не мучено. Идализация. Будет прожить. Будет прожить. Возвращение. Слава. Ходжа. Когда он видит любую возвышенность, о, это Говардан. Когда он видит реку, о, это Ямуна. Когда видит любой лес, о, это лес Вриндавана. Махапрабху начинал плакать, слезы, обильно текли из его глаз. И он падал на землю и катался по земле.